Я друг и товарищ вашего любимого, дорогого мужа Петра Титовича, с которым в октябре 1942 года пришел в это соединение и прошел весь боевой путь от Волги до Немана. До сентября мы были в разных частях, но с сентября его перевели к нам в часть, и мы снова стали с ним вместе служить. Он был верный товарищ, который верно служил нашей матери, родине, и боролся за свободу и независимость, не щадя свои силы, здоровье. Я знаю, что принесет очень печальную весть, но что же сделалось, случившееся не вернешь. Война, не навязанная нам проклятым врагом, которого мы истребляем, запричиненная нам горе и несчастье, много принесла тяга к нашему народу. Я вам очень сочувствую и вместе с вами переживаю несчастье, постигшее вас. 29 ноября в 10.05 вечера мы потеряли своего боевого друга и товарища, а вы любимого мужа и отца детей. Случилось это так. Вечером 29 ноября мы пошли с ним на передний край проверять оборону. Окопы расположены в 500 метрах от леса на берегу реки Неман. И вот, когда мы вышли из леса и пошли лугом к берегу реки, со стороны противника раздался выстрел. Петя вскрипнул, ой, я кажется ранен. Стал спускаться, отпускаться на правый бок. Я быстро перевязал ему раненую грудь и повел его до полоски, чтобы определить полевой лазарет. Идти нам пришлось метров 300-400. Когда его влали на повозку, он еще был в сознании. Говорил и просил, если что случится, ты что бы сообщил домой вам в полевой лазарет. Петя скончался. Последний путь хирург делал в скрытии трупа и обнаружил, что пуля задела сердце. Если бы она прошла хоть на полсантиметра в стороне, сердце было бы сохранено, и он остался бы живой. Смерть наступила от излияния крови. Похоронили мы его со всеми воинскими подчистями. С отдачей салют. Перед погребением мы его сфотографировали. Правда, день был пасмурный, видимость плохая. Но как только я получил карточки, я их вам вышлю. Похоронен он на кладбище деревни Пиртупинин, Почегонский Вол, Мемельской области, на шоссе Телезит-Шауляй, в 12 километрах от Тольятти. Личные вещи я передал по описи в штаб-части для отправления их нам. А ленте 12 фотокарточек, что Петя снят в гражданской форме, я послал сыну Михаилу. По адресу полевая почта 7968G. На могиле Петра Титовича мы поклялись отомстить за нашего друга и товарища, вашего спутника жизни. Желаю вам бодрости, здоровья, с искренним приветом, сочувствую вашему гору, уважающим. И сам я москвич, где живет моя 65-летняя мать-старуха. А жена Розонова с 4-летним сыном эвакуированы в Саратовской области, улица Телевина, дом 106. Музыка Музыка